Сегодня на SM Films мы расскажем, как осуществить поиск актёров. Итак, всем привет, меня зовут Артур Вишневский, и до того, как мы начнём, минутка благодарности. Минутка благодарности. После наших последних обновлений на канале мы стали замечать ещё больше положительных отзывов, и мы очень рады видеть, что вам нравятся наши идеи, что вы комментируете, задаёте вопросы, даже отчасти критикуете нас. Поэтому спасибо вам за всё это, нас это только вдохновляет и заставляет двигаться вперёд, делая только лучший контент. Итак, раз уж в прошлом выпуске мы затронули тему трейлеров на примере нашего тизера к фильму «Лимит», то мы решили будет логично рассказать о таком важном моменте, как кастинг. Потому что именно кастинг является одним из первых пунктов, которые нужно сделать после работы над сценарием, на пути к съёмке, так называемому продакшену. То есть сегодня я расскажу вам, как я искал актёров в фильму «Лимит», а также через какие проблемы и неприятности я проходил на этом этапе, чтобы вы смогли вытащить что-то полезное для себя из моего опыта. Итак, начнём, пожалуй. Прежде чем сразу рваться на какие-то базы актёров или проводить кастинг, я советую вам оценить свою ситуацию. Возможно, у вас и нет особой необходимости вытаскивать незнакомых вам людей, надёжность которых вы не сможете сразу проверить, особенно если у вас некоммерческий малобюджетный проект. Вспомните о всех своих друзьях, а также спросите у своих друзей о их друзьях. С довольно большой вероятностью вы сможете найти очень талантливых людей, которые будут рады сыграть в вашем фильме. И плюс к этому это очень важно. Вы будете знать, что они вас не подведут. Но, скажем, вы обзвонили всех своих знакомых и так и не нашли подходящего вам человека на роли. Что делать в таком случае? Здесь есть два варианта. Либо вы самостоятельно ищите актёра, списываетесь или созваниваетесь с ним, встречаетесь, возможно, просите зачитать какие-то диалоги и далее решаете, нужен он вам или нет. Либо устраиваете полноценный кастинг, когда заинтересованные вашим проектом люди приходят в назначенное время, в назначенное место, и вы уже осуществляете сам отбор. В моём случае я использовал первый вариант, так как у меня просто-напросто не хватало времени провести кастинг, да и особого смысла в этом не было, потому что мне нужен был только один персонаж с интересной внешностью и харизмой, и с не самыми высокими актёрскими данными. Всех остальных людей, которые играли в фильме, помогла найти фотостудия под названием Magic Studio, один из директоров которой, Владимир Тарасов, занимал главную роль в фильме. И все эти люди отлично справились со своими ролями. Я был приятно поражён, когда просматривал черновой материал после съёмок. Итак, как я и сказал, мне нужен был один персонаж на отрицательную роль главаря лет 25-30. Внешность должна быть эффектной, человек должен обладать харизмой, при этом не имея большого актёрского опыта и способностей. И я сразу же пошёл на сайт большой базы актёров, и остался очень доволен этим сайтом, потому что, во-первых, там может регистрироваться кто угодно, то есть передо мной появляется широкий выбор разных людей с образованием и без. И, во-вторых, у них очень удобная система поиска, начиная от возраста, заканчивая цветом глаз. То есть я вбил все необходимые параметры и начал искать. Посидев часик второй, я нашёл несколько человек, которые меня заинтересовали. Из этих нескольких я выбрал одного. И в первый раз, запомните, в первый раз, я выбрал Никиту Черкова. Мы встретились, всё положительно обговорили и договорились о съёмках. Кроме того, выяснилось, что он ещё и сценарист, поэтому некоторые изменения в лимит он тоже вносил. И казалось, всё бы ничего, даже в первый день съёмок все собрались. Но из-за некоторых обстоятельств, про которые я расскажу в следующих выпусках, съёмки сорвались, и их пришлось перенести. Поэтому было вполне очевидно, что кто-то не смог бы приехать в новую перенесённую дату. И это действительно было так. У найденного мной актёра были взяты билеты на отдых, а у Евгения Конева, который тоже должен был играть, начались сборы по хоккею. Поэтому всё сначала. Всё сначала! Я вернулся к списку людей, которых я отобрал изначально. Я написал некоторым, и двое отказали, назвав свои причины, но один дал согласие, и это был Валерий Облов, который таки сыграл в фильме. У него не было актёрского образования и большого опыта, из-за этого у меня оставались сомнения, учитывая то, что встретиться заранее просто не было времени, оставалось только чистое доверие, что он приедет на съёмки. Конечно, у нас был запасной вариант, но мне очень не хотелось его использовать. Замену Евгению Коневу мы попытались найти иным способом, замечу, только попытались. Наши старые знакомые предложили парня с актёрским образованием, а так как выбора и времени сильно не было, пришлось соглашаться и довериться этому варианту. В первый день съёмок с опозданием он приехал, дал всем понять, что он якобы слишком крут для всего этого, через некоторое время уехал, сказав, что взял не ту одежду и пообещав, что вернётся через час. Спустя час его телефон был выключен, и потом он уже не подходил и не перезванивал. Короче говоря, поступил он очень подло, и я не буду называть его имени, просто пусть это останется на его совести. Таким образом, имейте в виду, что есть вероятность наткнуться на таких людей, и это ещё раз даёт мне повод повторить. Если у вас малобюджетный некоммерческий проект, сначала вспоминайте о друзьях и знакомых, которым вы можете доверять, а потом о кастинге. Но! Кого же мы выбрали на эту роль? Меня! Мы выбрали Влада от безысходности прямо на месте съёмок. А может, ты это вообще всё подстроил? Может, заплатил тому парню, чтобы он свалил, а? Нет. Нет? Точно? Точно. В общем, мы остановились на этом актёрском составе, и так и всё и держалось до конца. Валерий Облов оказался хорошим человеком, которого, как и нас, просто вдохновляет и привлекает киноиндустрия. Во все дни он приезжал вовремя и выдавал довольно неплохую актёрскую игру, несмотря на отсутствие актёрского образования. Владимир Тарасов, Сергей Мачнев, Микаил Агаев, а также некоторые другие оказались очень талантливыми людьми, аналогично без актёрского образования, с которыми было приятно работать. Таким образом, я надеюсь, что этот выпуск оказался вам полезен, и ваш поиск актёров пройдёт более гладко, чем наш. Какой-то сплошной закон подлости. Но если у вас что-то вдруг пойдёт не так, то не стесняйтесь, задавайте свои вопросы, мы будем рады вам помочь. И самое главное, никогда не отчаивайтесь, ищите замены, не опускайте руки раньше времени, и по окончанию работы над проектом вы поймёте, сколько бы вы могли потерять, если бы сдались на каком-то этапе. А тем временем, с вами был Артур Вишневский, не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на наш канал, группу ВКонтакте, наш Инстаграм, все ссылки, как всегда, в описании, и увидимся очень и очень скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok